Сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить проблему формирования патриотического сознания и гражданского становления подрастающего поколения средствами школьных музеев. Эта проблема относится к числу реалитетных направлений государственной политики и приобретает особую актуальность в предведи празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Звучит это великое имя, потому что оно известно не только на нашей городской земле, не только в России, но и в мире известно, потому что интернет дает сейчас такие возможности. И вот «Ростов под тенью свастики» книга, которую он написал по воспоминаниям современников, в частности мамы Елены. И долго говорить не будем, вы ее сегодня получите в музее. Да, 10 музеев города Елена передает. Эта книга, толчком ее создание, вы прочитаете, если вступление, там, завершение, вы поймете, что она создавалась Владиславом Смирновым в результате моего маленького юбилея, 40-летия моего, когда собрались родственники и стали вспоминать, что во время войны, а я родилась в первой дне войны, в начале августа. Я должна была погибнуть несколько раз. Разбомил я роддом, из которого меня с мамой папа взорвал, буквально на коммуне поздно вечером. А на рассвете был первый народ немцев на рассвете. И были еще какие-то эпизоды. И когда он услышал, он, родившийся в Ивановской области, где не знали войны, да, собственно, 5-летние поводы-то не знали в тех местах Средней России, он был потрясен, как человек эмоциональный, как журналист. Он стал записывать эти воспоминания, вышел во двор о желании Владиклеровского сквера и всех, где это принесли. А люди откликнулись и стали писать и благодарить за то, что их замученных, замартованных анкетами, где была такая, ну, грага, был не в оккупации. Даже я. 9-летняя, 9-месячная девочка перед повесткой в Еврославию в 81-м году писала, что да, я была в оккупации. Понимаете это все? Вы, конечно, этого ничего не знаете. Поэтому особенно для вас, дорогие ребята, большая просьба прочитать эту книгу. Вы поймете, что было с вашими родителями. Поэтому берегите прошлое, знайте его, живите настоящим, честно, смело, весело. Я докладываю, что пришла на эти здания, здесь столько лет пройдено. И, пожалуйста, работайте на будущее. Молодцы. Спасибо вам. Экипаж «Треволоса» особенно отлучился на белгородском направлении, уничтожая технику и живую силу противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 года. Зимой 1945 года свой подвиг совершил мудником Владимир Васильевич, чью имя с гордостью носит наша школа. Звластная многогранная история Балка и песни по 82-летним пункт подробно отразованы в экспонатах нашего музея. В преддверии 70-летия Победы в нашем музее будет открытость на памяти, на котором будут вывешены фотографии бабушек и дедушек, проживающих богов, участвующих в великой отечественной программе. Субтитры создавал DimaTorzok